сейчас пока я вижу то какой-то зелень 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 ведь он деревья гианы где-то да так издали доносится эти звуки я по моему не там не вот в этой вот спеть во всем этом действие ощущение так вот какие-то да вот какие-то уже люди пританцовывают видимо я подхожу просто туда уже вижу какие дети он какой-то ребенок такой темненький с бультиками они уже пританцовывают это вот такая поляна круглая да по кругу сидят какие-то люди там напевают вот барабаны на теперь вот они барабаны стучат а посредине этого круга какие-то вот люди танцуют да исполняют какой-то вот игры видимо ну да это какой-то ритуальный такой танец как тебя там встречаю кто-то пока еще никак сейчас я подойду поближе ну вот странно вот странно то что эти люди раздетые ну вот как там набедренных повязок да вот темнокожие вот так вот а я одета одеты я в брюках каких-то таких вот холщовые что-то на мне вот такая просторная какая-то рубаха холщовая и брюки и вот сейчас я вижу что если я и темный да человек то это просто загар это просто загар такой темный да из-за долгого пребывания наверное вот в этой местности да и меня приветствует как узнаете как друга семьи скажем так не как члена племени да вот этого а как кого-то кто приехал ну вернее с ними общается уже долгое время но все равно не их скорее всего как бы европейский человек да вот такой но типа вот может быть какого-то там путешественника который долго там живет и следует с ними знакомиться потому что да вот это вот племя но мне не родное так ну вот я подхожу к вождя тоже приветствую ну сажусь рядом с ними ну а теперь вот какая-то такая перетрансформация как будто это как будто это уже не африканское племя как будто больше индейское вот что-то у меня туда-сюда вот потому что на вот этих вождях они какие-то перья может быть конечно и в африке перья есть может быть а и вот вот здесь начинается процесс они что-то раскуривают они что-то раскуривают на какие-то вот то что благовоние не то чтобы прям табак табак а что-то такое видимо с добавками они начинают значит вот это то есть употребляют и вот набивают такую трубку и мне тоже дают а также все вот барабаны вот все джим джим б да это все звучит и ритуал продолжается но тут вот это вот трубки они какие-то как часть ритуала этого вот я это пробую тоже да курю вот эту трубку и у меня вот такое состояние какого-то легкого транса знаешь она вот так вот поднимается какая-то даже такая ну какая-то как небольшая эйфория вот нету такого противного табачного вкуса да или даже даже запаха а что-то такая какая-то приятная эйфория ну я не в отключке я в сознании ну просто такое какое-то состояние легкий блюз если современным языком говорить но я вот на часть вот этого ритуала какого-то хоть и не часть семьи но где-то вот с ними так очень близко такой интересный момент потом вот те кто сидят и кто-то играет да кто-то просто так прихлопывает рядом и я с ними вот этот вот в такт вот так там прихлопываю что-то выкрикиваю да как будто вот в ритм какой-то слушай ну походу уже в круг пошел вот этот вот да и вот такие какие-то у них у них вот какие-то танцы как будто вот так танцуют танцуют немножко полустогнута вот так руками раз и как сбрасывает вот что-то такое интересное вот я не скажу что это знаешь обкурился и ну вот торчат как наркоманы нет это вот именно какое-то состояние того транса да который легкого который вот необходим вот именно для этого ритуала ну вот я где-то с ними меня вот то есть приняли в этот круг пусть или да то есть какая-то такая хорошая степень доверия это вот такой вот вот какой-то ритуал что это за ритуал сейчас мне пришло в голову что это плодородие это плодородие это что-то связано вот да с почвой с урожаем а так как дождем вот как-то вот это вот ну но первую очередь да вот такое плодородие ощути кто ты кто-то для этого племени ну вот я им какой-то хороший друг я какой-то им хороший друг опять-таки я не женщина потому что вот какое-то время я вот опять возвращаюсь к этим к вождям когда уже там заканчиваются эти мы о чем-то беседуем мы просто вот о чем-то беседуем потом когда это все действо заканчивается я вот ну просто нахожусь там ну хожу какие-то хижины до строение хижины ну то есть я просто вот общаюсь с людьми то есть такие хорошие нормальные дружеские отношения у меня такое ощущение как будто я просто долго уже там нахожусь может быть даже не один года живу где-то вот где-то неподалеку рядом и вот как то то ли при ну как я там оказалась я не вижу то что я видела это я шла уже пешком подходила вот к этому месту а приехала или нет это не понятно но я говорю сейчас приехала потому что от имени себя да ну там я вижу себя как мужчина и вот что да и мне понимаешь мне нравится вот среди них находиться как-то общаться с ними вот я говорю я как будто прихожу к друзьям и вот и барабаны вот это все мне как-то тоже вот знаешь как-то на меня воздействует скажем так в таком хорошем смысле мне нравятся вот эти ритмы нравится их танцы вот эти вот ритуалы да как-то как-то захватывает я наверно ну как бы сам тоже что-то там барабанил ну по ощущениям что я вот то ли учусь у них вот этому вот может быть даже как-то как-то вот изучаю вот эти ритуалы вот эти ритмы учусь как будто вот так ну и участвую соответственно да у нас такой идет взаимообмен чему-то я их учу чему ты учишь чем-то полезно этому плену слушай ну я вот смотрю как вроде бы это деток я учу считать ну вот такие вот математика да просто ну так как у них свой язык ну я с ними общаюсь значит я говорю значит я там долго в всяком случае да учусь считать вот видимо знаешь как времена года различать хотя у них там ну все равно практически одно время почти ну бывает когда-то чуть прохладнее чуть это но все равно то что есть да разные времена года отказываю про другие страны там что вот море путешествия есть океаны разные страны вот такое какое-то такие вот общие основы а вот с вождем когда мы висели то получается тут больше я как бы учусь да что ли вот этим вот именно знанием которые которые из духа да из из сознания вот вот как он черпает откуда у у него вот эти вот осознание да когда там надо на он же не просто так собирает а вот эти вот обряды ну ритуалы да какие то не в какой там угодно день он говорит там тогда то тогда то будем делать то 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 есть у него есть какие то свои видения свои вот эти вот понятия и свои понятия ну вернее даже не то что так свои а ну как будто знания да вот эти знания как им обустроить вот их их внутренний мир там не в плане там деревья рубить и там что сажать а вот какого-то их маленького миропорядка потому что они там ну вот такое воспитание какой-то любви вот у них какая-то любовь там да вот вот просто какая-то любовь и все внутри этого плетен никакой агрессии ничего хотя они вот на охоту ходят да но это вот чисто чтобы для пропитания никаких вот таких вот забав ну как-то вот так живу ну а я очень могу чем могу так говорится почему тебя можно передать знания еще раз я что-то прерывалась что почему тебя вождь выбрал передать знания человека не из своего племени знаешь наверно он со мной делится этими знаниями потому что потому что потому что вот по моим рассказам может быть еще откуда-то у него такая информация есть да а когда я рассказывал как мы живем да вот как люди живут так что есть вот какая-то там борьба какая-то конкуренция да какие-то интриги ну и что вот животных убивают ради шуб там вот этого всего где-то какое-то идет ну тогда вот по моему уже появились эти какие-то машины да что ну получается что вот эти газы выхлопные засоряют ну вот мы с ним видимо уже долго общаемся и и вот эти наверное мои рассказы о каких-то еще вот этих межличностных да отношениях там социум вот это тоже кто-то бедный кто-то богатый да кто-то вот там хочет себе больше больше урвать а кто-то там на клейбе и воде сидит условно вот такие вот моменты вот этого социального неравенства вот может быть вот это его как бы сподвигло на то на вот это вот да то чтобы поделиться со мной вот этими знаниями что ну вот это вот материально это совсем ничего да оно ничего не значит главное жить вот в радости в покое в ровности вот в этой в принятии да что все есть все есть одно и все вот оно просто есть ну вот такое вот я думаю что какие-то такие моменты да у нас не как бы вот такой даже диалог да как бы я ему не то что диалог как бы вот какие-то дискуссии были да я ему говорю вот так вот так а как же так а он не отвечает а это вот так и спустя какое-то время да до меня доходит но что это действительно так ну что вот им говорит какая-то какая-то высшая сила да само вот это вот осознание осознание и потом ну вот в процессе вот таких вот там диалогов дискуссий он не ведает так сказать вот эти вот открывает вот эти истины вот эти знания что ты можешь делать какая у тебя сила какие у тебя знания открыты могу сказать заглядывая себя с чем ты из этого племени уйдешь но у меня вот такое ощущение что я могла когда вот ну из этого племени да вот из этих разговоров осознание там ритуалов по моему это по ощущению появилась возможность как бы брать информацию из поля вот так вот какие то вот вот приходит да есть вопрос и сразу первое такое не знаю ответа ну первое да а потом потом просто вот расслабляешься и приходит ответ так вот какая то такая вот история ты можешь быть проводником проводником знаний ты это чувствуешь не могу сказать с уверенностью так вот какого-то чувства нет но знаешь что что появилось возможно это было как как побочный продукт да какая то какая то сила но она такая вот видимо она была во мне просто просто как бы стала более явно не то что прям пробудилась во весь рост но какая то скажем так немножко ядовитая немножко как бы злая потому что если человек я не знаю конечно а если человек меня обижает как-то обидел и я очень долго на этом циклилась мало на это обидит то что-то происходило с человеком плохое и вот я не знаю либо она была до вот этой встречи с шаманским вот этим вот и потом благодаря вот этим вот его там беседам знаниям осознанием я ее как-то вот где-то заглушила да нейтрализовала может быть но и я как бы такое ощущение что вот она никуда не подевалась она есть единственное что я вот не даю ей вылезти я ее закрываю почему ты ее закрываешь ну потому что мне кажется что это как бы причиняю зло людям хотя может быть это тоже так знаешь как на грани просто осознание ума но сейчас ну вот вот после встречи да с шаманом и вообще ну сколько есть такое даже если кто-то обидел ну обидел и обидел ну вроде бы как бы переживаешь но не желаешь человеку не втыкаешься сильно вот в эти вот переживания да ну как бы чуть-чуть где-то неприятно но не втыкаешься и не думаешь ах ах он такой он такой он такой он такой он такой там на неделю на месяц ну там чуть-чуть где-то и все меньше времени то есть получается что ты тогда этого человека не не наделяешь вот этой вот ядовитой энергии когда не думаешь о том что он тебя обидел ну вроде как бы просто стараешься да ну да обидел ну да это обидно ну это же мое восприятие может быть он и не думал меня обидеть да на тот момент а я воспринял так вот то есть это мое начинается большая работа с собой потому что ну и и еще потому что я знаю да что если я вот этого в это воткнусь и буду посылать ну невольно буду посылать человеку свою эту ядовитую энергию то с ним может быть что-то случится на вот такое вот было убеждение ну а здесь а вот в плане проводников тоже что-то не могу сказать точно являюсь и проводником и нет вот что-то такое есть как будто вот как будто я уже подхожу 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 к чему-то какому-то осознанию пониманию что ли прочувствованию и оно хоп и ускользает вот как-то потом раз и все вот я иной раз даже вот иду смотрю пространство просто и оно такое раз и как будто поменялось внешне все осталось так же но пространство я четко знаю что оно поменялось вот и что это такое ну вот я думаю что это вот сейчас сейчас да мне приходит то что вот это все таки тянется вот оттуда от этих встреч да видимо из то время не дошел вот этот человек кем я была до до вот этого осознания на уровне прочувствования где-то вот серединка наполовинку ну вот такая вот история а теперь ты берешь все эти знания вне сомнений вне конфессий вне оценочности берешь эти знания с огромной благодарности этому пленению и переносишься в портал в наше время в каком-то времени сейчас находишься в ну я здесь где я сейчас нахожусь 24 год ты готова продолжить свое сознание свое видение свое раскрытие знания и принятие знаний через это тело да я готова ты готова чтобы твое тело продолжала быть сильным и исцеленным и идти дальше в познание чтобы помогать человечеству да я готова принимай это все почувствуй у меня такое ощущение как будто это это сейчас вдыхаю и и расширяюсь очень и 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 как только все почувствуешь говорит слух я принялась благодарность Субтитры делал DimaTorzok Да, я чувствую, что, знаешь, какое-то завершение, какая-то точка Я приняла с благодарностью Я готова идти дальше Я готова идти дальше Моё тело готово идти дальше вместе со мной Моё тело готово идти дальше вместе со мной Моё тело готово идти дальше вместе со мной Абсолютно исцелённым Столько времени, сколько это нужно Для передачи опыта человечества Моё тело готово идти дальше вместе со мной Абсолютно исцелённым Столько времени, сколько это потребуется Для передачи знаний человечества Всё приняла Тело готово идти дальше Теперь я выключаю эфир Ты побудь в этом состоянии В новом принятии В новом принятии тебя В этой реальности Столько, сколько тебе нужно Я благодарю тебе Благодарю Благодарю Светлана Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!